В Люберцах прошло заседание комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района. Среди основных вопросов повестки дня – деятельность Московского областного ресурсного центра Ассамблеи народов России в 2017 году, новые возможности получения грантов и субсидий, а также просветительская работа с подрастающим поколением. Организовать проведение обучающих семинаров для общественников и членов национально-культурных организаций, провести конкурс среди журналистов на лучшее освещение событий, связанных с межнациональными отношениями, и найти новые возможности поддержки проектов – таковы ближайшие планы в Московском областном ресурсном центре Ассамблеи народов России. В этом году, кстати, действительно повысили шансы получить грантовую поддержку мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности. Направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Российской Федерации. Субсидии предоставляет Федеральное агентство по делам национальности. Что касается сотрудничества Московского областного ресурсного центра Ассамблеи народов России с Российским государственным университетом туризма и сервиса, оно уже даёт результаты. Сегодня студенты создают так называемые атласы достопримечательностей городского округа Люберцы. В будущем по ним планируется провести квесты и пригласить поучаствовать в них воспитанников Университета дружбы народов. Что мы преследуем? Дети, во-первых, увлечены, это интересно. Квесты всегда интересны деткам. Второй момент – это то, что они познакомятся с друг другом. Ну и третий момент – они познакомятся со своей малой родиной, с той территорией, на которой они живут. И при этом мы привлекаем все национальности. Кроме того, руководство университета выступило с инициативой проведения фестиваля национальных культур с привлечением не только студентов, но и школьников городского округа Люберцы. У всех есть дети. И каждая из автономий делает все равно и концерты, и праздники, и проводит свои мероприятия. И уже есть готовые номера. Есть и ребята, которые поют, и ребята, которые танцуют, и коллективы, и костюмы. Почему бы это не сделать в рамках вот такого фестиваля, но приурочив его как раз к развитию и к межкультурным связям в Люберецком районе? В завершении участники встречи обсудили вопрос создания в ресурсном центре демонстрационных стендов, на которых была бы представлена национальная атрибутика народов России. Некоторые автономии уже готовят экспонаты, в частности, национальную литературу. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.